Ребята, сегодня у вас есть денежки, которые вы можете потратить в Тайгерс. Вы уже поели мороженое на эти денежки, часть потратили. Что хотите купить? Я не знаю. Хочу купить. Ты монстр трак? Да. Я должен подумать. Ты должен подумать. Егорка, ты что хочешь купить? Я тоже посмотрю. Ну, например, что бы тебе хотелось? Например, посмотрим, что там может быть для школы, как тетрадка. Данечка, ты хочешь монстр трак? Да. А ты, Габрушечка, еще подумаешь? Нет, не ждал пока. Здравствуйте, мои прекрасные зрители. Приветствую вас на своем канале Модэйджи Дима, канал о моде красоты, а также о полном шоппинге. Сегодня очень сложная тема на моем канале. Этот вопрос звучал уже давно, звучал неоднократно по поводу, скажем так, финансовой грамотности в нашей семье, по поводу того, делаем ли мы накопление, как мы откладываем средства, как мы распоряжаемся нашими средствами в нашей семье, имеем ли мы оба с мужем доступ к нашим ресурсам, либо кто-то один распоряжается денежными средствами в нашей семье и так далее, и так далее. И этот вопрос настолько сложен сам по себе, сам по себе он действительно очень-очень сложный, он настолько индивидуален для каждой семьи, все зависит от того, есть дети, либо нет детей, какого возраста супруги, какие цели у них жить в аренде всю жизнь, либо приобрести свое собственное жилье. На самом деле вопрос, а точнее ответ на этот вопрос зависит от многих-многих параметров, и плюс это достаточно личный вопрос, на который я не могу отвечать, скажем так, без согласия своего супруга. Также еще и потому, что действительно какие-то вещи, когда блогер рассказывает в своем видео, либо когда он просто комментирует, отвечает на какие-то вопросы, они у других членов семьи могут вызывать негодование, даже конфликтные ситуации, потому что то, что ты говоришь, ты предполагаешь, одним образом это прозвучит, а для других людей это может прозвучать совершенно иным образом. И на самом деле мой личный блог, мой личный опыт здесь на ютубе снова показал мне, насколько действительно одна и та же вещь может видеться под разными ракурсами, разными людьми, и на самом деле зачастую действительно правды не существует. Все зависит от того, чего мы хотим в данный момент, к чему мы готовы в данный момент и под каким ракурсом мы готовы, либо можем позволить себе на одну и ту же вещь посмотреть. Сегодня я расскажу не о том, как мы планируем в нашей семье наши бюджеты, как мы распоряжаемся, хотя об этом обязательно упомяну. Я сегодня расскажу о том, как я стараюсь своим детям привить, что называется, финансовую грамотность, как бы мне хотелось, чтобы они относились к своим личностным финансам, прежде всего, когда они начнут свою самостоятельную жизнь, когда у них появится первый заработок, потому что действительно очень многое зависит от того, как мы распоряжаемся нашими первыми деньгами, насколько быстро мы начинаем овладевать определенными вещами, для меня это очень важно, как для мамы, которая практикует минимализм, либо насколько быстро мы тратим наши деньги и не хотим владеть вещами, если тратим кто на что. Для меня лично мой финансовый минимализм и моя финансовая грамотность выражаются в самой простой формулировке, наверное, единственная формулировка, которую я усвоила из экономической теории. Я совершенно четко запомнила, что все, что мы не тратим, но готовы были бы потратить, можно считать нашим заработком. Соответственно, моя финансовая грамотность сейчас заключается в том, что я стараюсь как можно меньше покупать для себя, для своей семьи, для своих детей, для мужа, в том числе, если у меня есть возможность переубедить членов моей семьи, чтобы не покупать ту или иную вещь, помимо того, что это поможет нам не тратить определенные ресурсы денежные, это также позволит нам не впускать свою жизнь в наше пространство, которое должно быть исключительно для нас. Наша квартира и наш дом – это то, где живем прежде всего мы, а не наши вещи. Так вот, я стараюсь действительно при любом возможном случае убедить не покупать те или иные вещи. Пришлось освежить мне свои мысли в моей чудо-книжке, которую я вчера купила себе за небольшие деньги в Тайгерсе, очень люблю этот магазин, дети поехали туда потратить свои финансы. И как раз-таки один из постулатов, который, я надеюсь, поможет моим детям научиться грамотно распоряжаться деньгами, состоит в том, что я позволяю им тратить деньги. Прежде всего, я говорю им, что с канала они получают некий свой заработок, потому что позволяют мне монтировать, потому что иногда снимаются в моих видео. И, соответственно, я отдаю им часть своего дохода. Этот доход я всегда торжественно объявляю в конце месяца, когда мне приходит сводка по моему доходу. Я говорю, что да, в этом месяце мы заработали столько-то, и вот ваша часть составляет столько-то. Обычно это 20 либо 25 евро, все зависит от того, увеличивается ли доход, растет ли доход. Вот, соответственно, если доход растет, они получают несколько большую сумму. Эту сумму я не распределяю между тремя детьми, они ее получают, что называется, складчину. Потом они ее тратят, также решают вместе, решают вместе, как потратить. Я убеждена, что для того, чтобы ребенок вырос и умел распоряжаться деньгами, он должен совершенно четко осознавать, что деньги – это некий конечный ресурс. Он должен постоянно пополняться, если человек хочет им пользоваться. Соответственно, вот вчера была ситуация, когда дети поели мороженое, дети купили определенные вещички себе. На самом деле, они за свой бюджет вышли, что я считаю не совсем правильным. Не контролировать, не давать им понять, что они вышли за свой бюджет. Обязательно в следующем месяце я им распишу и покажу, что сколько стоит. Кстати, Габрия для пяти лет очень-очень хорошо считает. Я считаю, что, опять же, вот такая элементарная финансовая грамотность помогает обладевать также и азари математики, которые, безусловно, пригодятся ребенку в начальной школе. Так вот, дети несколько вышли за свой бюджет и потом хотели купить еще в другом же магазине, потом хотели заказать еще через интернет. Они знают, что очень часто покупки определенной игрушки мы совершаем через Amazon сайт. Соответственно, мне пришлось им объяснить, и папа им объяснил, мой муж объяснил, что нет, их деньги закончили, что они их потратили. Поэтому вторая вещь, которая я как раз-таки, вторая мысль, которую я пытаюсь привить своим детям, что деньги, помимо того, что это ресурс, который заканчивается, как правило, он заканчивается очень-очень быстро. Как правило, он долго зарабатывается. Если мы, скажем так, не являемся любителями, точнее, любимчиками фортуны, действительно, бывают сложатся таким образом обстоятельства, что деньги, что называется, падают с неба, хотя никому, наверное, они с неба не падают. Безусловно, необходимо минимальное вложение своих сил, своих усилий и так далее, и так далее, своих трудозатрат. Это тоже я всегда объясняю детям. Соответственно, это второй постулат, который я стараюсь им привить. Еще я очень-очень надеюсь, что мои дети будут иметь большие возможности владеть определенным количеством вещей, но эти вещи, этими вещами обладать не будут. Я говорю прежде всего о квартире, я говорю прежде всего о машине. Как человек, который живет в Европе, где очень высокие налоги, как человек, который живет в Европе, где на самом деле расход на содержание того или иного имущества очень-очень высок, я пришла к убеждению, к выводу, что здесь, в этой стране очень выгодно, очень удобно, очень, да по-всякому на самом деле выгодно, с любой стороны, что с финансовой, что просто с бытовой, жить, например, в аренду. Ты на самом деле можешь в любой момент сменить жилье, ты не должен думать о ремонте. Цены, при том кризисе мировом, которые имеются сейчас, на аренду упали просто в разы. То жилье, которое я снимала изначально с Егором, я потом помогла снять другим людям, оно обошлось им, внимание, на 400 евро дешевле буквально спустя каких-то 5 лет. Это очень маленький период, за который цена на аренду того же самого жилья, в котором при этом был сделан какой-то минимальный ремонт. В Италии я всегда рассказывала, это совершенно нормально. Обновить стены, обновить обивку диванов, каким-то образом поменять мебель, возможно, сантехнику. Это те расходы, на которые всегда идет арендодатель. Соответственно, при всем при этом цена снизилась вот таким образом. Поэтому я очень надеюсь и стараюсь, прежде всего, практикуя минимализм в своей семье, достаточно много рассказывая детям о том, о чем я записываю свои видео, привить им идею о том, что да, это прекрасно иметь хорошую работу, это прекрасно вкладывать свой труд, свой интеллект в зарабатывание, потому что деньги это прежде всего ресурс, который позволяет, покрывает наши базовые потребности. Но вот что делать с этим экстра, с этим экстра, решать, безусловно, моим детям самостоятельно, но я надеюсь, что они не будут так обуреваемой идеей владеть чем-то, как на самом деле была в свое время. Я и, наверное, продолжаю этой идеей придерживаться. Для меня, как человека, который вырос на постсоветском пространстве, до сих пор владение определенными ресурсами, определенной недвижимостью является неким синонимом стабильности. Хотя уже как человек, проживший достаточно время здесь, в Европе, я могу сказать, что это совершенно не так. Наоборот, те налоги, которые на тебя накладывают владение этой недвижимостью, либо движимым имуществом, те расходы по содержанию этого имущества, которые накладывают на тебя владение этого имущества, как раз-таки есть залог твоей некой нестабильности, по крайней мере, здесь и сейчас, в Европе, последние пять лет совершенно точно, и вот, на мой взгляд, ближайшее какое-то 20-летие так и будет продолжаться. Еще одна вещь, которая очень сильно характеризует мое отношение личностное к финансам, которое я также пытаюсь передать детям, которое я хотела бы, чтобы они поняли, это нестабильность накоплений в наше время. Эта нестабильность существует, безусловно, в России, потому что ты не можешь держать деньги, что называется, под матрасом, однажды кто-то может прийти, эти деньги у тебя просто забрать. Другая нестабильность, сторона нестабильности заключается в том, что мы не можем положиться на наши банки, потому что и с банками случается все, что угодно может случиться. Многие еще на истории своей жизни помнят, как может случиться и девальвация, как могут рухнуть банки, как просто может случиться какая-нибудь черная пятница, черный понедельник и так далее, и так далее. Все эти накопления, они на самом деле обесцениваются просто в разы. И могу сказать, что такая же примерная ситуация здесь, в Европе. Поэтому, помимо того, что я являюсь человеком действительно с постсоветского пространства, с неким прошлым, с неким менталитетом, который я наследую в силу вот этого исторического прошлого, страны, в которой я родилась, я также, опять же, человек, который видит определенные реалии. И я, на самом деле, не склонна к накопительству. Я человек, который, если зарабатывает, ну, скорее предпочитает потратить эти деньги здесь и сейчас, и не всегда на какие-то материальные вещи. Есть очень-очень много альтернатив. Я, например, считаю, что если здесь и сейчас ты можешь дать своему ребенку хорошее образование, рискуя, возможно, в будущем потерять работу, рискуя в будущем не иметь того заработка, который тебе позволяет отправить его в школу получше, в университет получше, то я все-таки считаю, что нужно эти деньги тратить, не накапливать их. Но, опять же, ситуация эта очень-очень спорная. Все зависит от того, как распоряжаются бюджетом внутри семьи. Насколько взрослые дети в семье с рациональной точки зрения, я, конечно же, понимаю, что не иметь некой подушки безопасности – это не лучший способ распоряжаться своими финансами. Но, с другой стороны, пока я прямо-таки не знаю, каким образом можно эту подушку действительно надежно аккумулировать из месяца в месяц, прежде всего из своего заработка. Поэтому, резюмируя сейчас, я считаю, что путь к богатству, путь к некой финансовой стабильности, если уж не о богатстве речь – это как раз-таки покупать меньше, но изначально желать меньшего, желать владеть меньшим. Это та мысль, которой я буду, наверное, обучать своих детей. Хотя я всегда допускаю, что то, что думаю я, во-первых, может быть неправильно уже здесь и сейчас, ну и, во-вторых, это может быть просто-напросто неактуально через какие-нибудь 5, уж тем более 10 лет, когда мои дети вырастут, и будут вынуждены обладевать своим финансовым опытом, свою финансовую грамотность каким-то образом осваивать. И мне почему-то кажется, что в этом вопросе через какие-нибудь 10 лет они однозначно будут знать и разбираться лучше, чем я. И по традиции, в конце этого видео я хочу пожелать, ну прежде всего, самой себе, чтобы мои финансовые возможности покрывали прежде всего мои базовые потребности. И сама я всегда помню, что когда я расплачиваю зателенные товары или услуги, я расплачиваюсь не деньгами, я расплачиваюсь прежде всего своим временем, которое я потратила на то, чтобы эти деньги заработать. На этом с вами прощаюсь, это была Алиана Скворцова, всем пока-пока.